В Президиуме и в Экспертах у нас сегодня четыре эксперта. Это профессор Широкарат Валерий Иванович. Валерий Иванович, мы рады вас приветствовать. Это Константин Андреевич Фирсов. Константин Андреевич, здравствуйте. Соответственно, и Артемьева Анна Сергеева. И ваш покорный супруга Попов Александр Михайлович. Я думаю, что, наверное, мы не будем долго сейчас, сегодня, скажем так, посвящать вступление, а перейдем непосредственно к клиническим случаям. Если возражений нет, тогда слово предоставляется Козееву Айдару Решатовичу, соответственно, его клинический случай, выполнение радикальной простатоктомии после криодеструкции. Пожалуйста, Айдар Решатович. Добрый день, уважаемые коллеги. С вами первый раз обратился в 2012 году в клинику Бугуму с ПСА-6 и 17. Видимо, что 11 сентября 2012 года ПСА. И где ему была проведена полипокальная биопсия пистательной железы. По данным гистологии найден микрофокус аденокарциломы на листом 3 плюс 3. И установлен диагноз ракопсиатинной железы Т1СМ0М0. Проведено сентеграфия и МРТ. По данным МРТ патологический участок не обнаружен. Описывали только ДКПЖ. И, видя как экспериментальный вариант, ему предложили криодеструкцию простаты. У пациента было взято согласие. И, собственно говоря, 14 декабря 2012 года была проведена криодеструкция. В динамике ПСА смотрим, что было понижение. Изначально понижение, но затем ПСА начинает медленно расти. И к сентябрю 2013 года мы видим, что уже ПСА составляло и 1,1. Пациент в дальнейшем наблюдался, не обращался. И в итоге, когда ПСА возросло до 1,4, он повторно обратился в клинику ГМО. Была проведена повторная биопсия. Каких-то патологических очагов не обнаружено после биопсии. И пришла гистология, где с гормональной апросатой протея. Видим динамику ПСА. То есть ПСА все-таки в течение практически он сдает раз в год. Вот видите, 15-й год, 1,8, 16-й год, 2. Медленно, но растет. И пациент обратился в онкодиспансер в 2021 году, уже с ПСА-11. Пациенту было предложено проведение фьюжн-биопсии. И проведена эта процедура. По гистологическому исключению найден фокус ацинарной аденокарциномы с глюзационным 3 плюс 3. Проведена сентеграфия. Проведено МРТ. По сентеграфии очагов не обнаружено. По данным МРТ описывали очаг в правой доле Т2Б. В итоге пациенту предложено выполнение радикальной простатоктомии с лимфодисекцией. 7 декабря 2021 года выполнена лапшископическая простатоктомия с тазовой лимфодисекцией. После операционного течения было обычным. На 7-е сутки катетер был удален. По данным гистологического заключения, все лимфоузлы исследованные были чистые, без метастазов. Хирургический край резекции свободен от опухолевого роста. Далее, ПСА в динамике опять начинает расти. Хотя изначально, видите, ПСА было близко к нулю. Через 3 месяца уже ПСА 0,1. Направлен пациент на ПЭТ-КТ с галлией 68 ПСА, если не ошибаюсь, в город Екатеринбург, где был обнаружен очаг в доле печени, рекомендованным для обследования МРТ. Пациенту провели КТ, МРТ печени, и данный патологический очаг был больше как гемангиома. Это не было метастазом, и в конечном итоге пациенту мы предложили выполнить гормональную терапию. На данном этапе он получает гормональную терапию. В динамике ПСА последнее, то, что он сдавал в декабре 2022 года, 0,05. Пациент наблюдается у нас, периодически издает ПСА и проходит МРТ и КТ брюшной полости. Такой клинический пример. Спасибо, Айтар Решатович. На мой взгляд, очень любопытный клинический пример. У меня достаточно много вопросов к вам, но я бы хотел сначала, чтобы, может быть, молодые коллеги, те, кто участвует в сегодняшнем заседании, может быть, у них есть какие-то вопросы к Айтару Решатовичу? У меня маленький вопрос будет к Айтару Решатовичу. Скажите, пожалуйста, может быть, я бы прослушала немножко. Если у пациента будет локальное прогрессирование в ложе предстательной железы после такого лечения, после криодеструкции, после простатоктомии, возможно ли лучевую терапию проводить? Как вы считаете? Такой вариант обсуждался. Единственное, что у него по данным урофлометрии максимальная скорость была 6. И в связи с чем мы предложили ему простатоктомию. Поняла, спасибо. А почему ПТКТ было выполнено на значении ПСА, по-моему, 0,1, если я не ошибаюсь, или на каком значении? Ну, в динамике мы понимали, что это прогрессия, поэтому здесь даже больше инициатива исходила от пациента. Мы ему объясняли, что можно дождаться до 0,5, тогда информативность больше будет. Но пациент все-таки настаивал, и пришлось его отправить в такие значения. Я понял, спасибо, спасибо за это. А почему перед спасительной методикой, да, простатоктомии, пациенту не выполнен ПЭТ? ПЭТ-КТ с ПСМА имеется в виду? Ну, хотя бы ПЭТ-КТ с холином. В идеале, конечно, с ПСМА в 2021 году. Ну, здесь мы исходили от наших возможностей больше. То есть мы все-таки полагали, что это локализованный рак. По данным МРТ и КТ, мы не нашли каких-то патологических очагов отдаленных. Поэтому мы действовали из тех данных, которые у нас были, МРТ, не стали направлять. Такой еще вопрос. У ПЭТ-КТ есть какой-то неявный очаг в левой подвздошной кости. Как он в динамике изменяется? Периодически проходит остеосанкиграфия пациент. Динамики, очаг в динамике не меняется. Поэтому сказать, что это метастатически, на сегодняшний день нет достоверных данных. Наверное, заключительный вопрос. Как у пациента с удержанием мочи? На наше удивление, пациент полностью удерживает мочу, имеет хорошую скорость. Последний урок в лометрии он выполнял, видно на экране. К сожалению, я не успел внести презентацию. По урок в лометрии мы видим, что характер динамика и на всякий характер держится. Скорость 20. Максимальная скорость 20. Мы получили то, что хотели получить. Можно мне тогда, если позвольте, у меня несколько вопросов. Я согласен с вопросом, чтобы это сама, конечно, было оптимально сделать и до того, как выполнена была лапароскопическая простатоктомия. Если есть возможность выполнить уже после того, то, конечно, логично было бы сделать ее до. Я в этом плане с Константином Андреевичем согласен. Я бы хотел услышать, а скажите, а границы лимфодисекции во время выполнения этой операции какие у вас были? Мы запирательные лимфоузлы и все подвздошные лимфоузлы. Граниальная граница – это пересечение с мочеточником бифуркации области бифуркации подвздошной артерии вдоль наружной подвздошной артерии и до запирательного нерва. Хорошо, я услышал вас. Скажите еще такой вопрос. Выполнялась фьюжн-биопсия после криводеструкции? Выполнена была криводеструкция, пациент наблюдался, рост ПСА и была фьюжн-биопсия выполнена. То есть по МРТ как-то охарактеризовали очаги в предстательной железе, что была возможность неполнити фьюжн-биопсия? Да, там очаг визуализировался. Была присвоена какая-то характеристика по ПАИРАЦ? ПАИРАЦ, если не ошибаюсь, было 3. У меня все данные пациента есть. ПАИРАЦ – 4. ПАИРАЦ – 4. А была только биопсия именно таргетного очага или системная тоже была биопсия всей железы? Насколько я знаю, что она больше системной была, и поэтому один микрофокус был обнаружен. ПАИРАЦ – Скажите еще такой вопрос. Какие-то сложности во время операции, во время лапароскопической простаты ТОМИИ были у вас в операционной бригаде оперирующего хирурга? ПАИРАЦ – А в целом операция прошла планово. Скажу, что были кое-какие моменты с фиброзом вокруг простаты, а так без особенностей. ПАИРАЦ – То есть ткани были незначительно изменены в таке? ПАИРАЦ – Да, да. ПАИРАЦ – Ну и как мы уже услышали функционально, мы его показали в кривую после… ПАИРАЦ – Да, вот это последнюю орфлометрию месяц назад он сделал. ПАИРАЦ – Пациент хорошо мочится, удерживает мочу? ПАИРАЦ – В этом плане у него жалоб нет. ПАИРАЦ – Великолепный функциональный результат. ПАИРАЦ – Скажите, сейчас назначение гормональной терапии, сделали ПСМА, безусловно, которое мало перспективно при таких цифрах маркера, но сделали, я никаких возражений здесь не имею, просто хотел уточнить, может быть имело смысл задержать гормональную терапию и не спешить назначением гормона данным пациентам? ПАИРАЦ – Ну, такой вариант с пациентом обсуждался, но я еще раз повторюсь, что пациент готов сегодня полностью обследоваться, платной или полной системой ОМС, главное, чтобы его обследовали. И пациент сам ориентируется на ПСА, и он считает, что когда низкие значения, он себя хорошо чувствует, понимаете? ПАИРАЦ – То есть мы ему объясняли, что можно перерыв сделать, дождаться, когда пациент небольшой подъем будет, потом сделать ПЭТ-КТ, но, к сожалению, пациент все-таки на гормональной терапии. ПАИРАЦ – А у меня есть такой вариант, такую тактику лечения. ПАИРАЦ – Да, да. ПАИРАЦ – Спасибо, Эйдар Решатович. ПАИРАЦ – Валерий Иванович, ну, мы ждем Ваших комментариев как специалиста, который имеет большой опыт в этом плане. ПАИРАЦ – И позвольте напомнить мне, я что-то пропустил, сколько лет на старте больного было? ПАИРАЦ – На старте 66 лет. ПАИРАЦ – Больной вообще лечился персонифицированно, так скажем. Вы все прекрасно знаете, что в рекомендации, да и вообще в лечение онкологических больных входит только лучевая терапия, хирургия и противоопухолевая лекарственная терапия. Поэтому на первом этапе лечение не совсем онкологичное было. Но это больной выбрал, и тут ничего плохого нет. Судя по старту и по тому, через сколько у него возникло прогрессирование заболевания, у больного, во-первых, была группа благоприятного прогноза. В ЛИСОН – 6, ПСА до 10. Довольно длительное лечение после нерадикального лечения в виде примененной терапии 9 лет прошло от старта до того, когда он спрогрессировал. То, что касается вопросов, которые были поставлены по поводу ПЭТ-КТ, однозначно, если была возможность, ну тут мы всегда исходим из того, что мы можем сделать. Но тем не менее, как бы больному, конечно, показана была ПЭТ-КТ перед, ну, радикальной простатоктомией. Я вас уверяю, на 90%, если бы вы в течение этих 8 лет больному с определенной периодичностью делали биопсию, то клетки опухолевые у него были. После первого лечения мы такое проводили. Другое дело, что вот за счет этого латентного течения у больного клиники никакой не было. И, в принципе, ну и слава богу, он жил со своим мочевым пузырем, со всеми функциями, с предстательной железой. То есть у него, видимо, была и сексуальная функция, и качество мочи испускания его удовлетворяло. Поэтому это допустимо. Далее, простатоктомия. Да, мы имеем опыт и после брахитерапии, и после дистанционной мочевой терапии, в полном объеме лечебном выполнялись спасительные простатоктомии, в том числе после абляции. И на самом деле вот у меня как-то самое плохое впечатление, ну, это субъективное мнение, безусловно, я не могу говорить о сотнях, десятках больных. Но, тем не менее, у меня самое нехорошее впечатление у больных после лазерной аденомоктомии, когда приходится делать простатоктомию. Вот перифокальный склероз, связанность, никаких слоев связанность с прямой кишкой. Ну, это как бы личный опыт. В последующем, что бы мы ни говорили по поводу сейчас проведения гормональной терапии. Я вот начал с того, что у больного латентное и длительно текущее заболевание. И в таких случаях лично я сторонник того, чтобы больным не назначать никакой лекарственной терапии, тем более при ПСА в пределах 0,2 мы о чем говорим. И ПТКТ в этом случае не информативно. Мы проводили исследования, да, они были, опять же, на личных взаимоотношениях, но это ПТКТ с 68 галлием. Вы знаете, что это лучшее, что на сегодняшний день там можно предложить с ПСМА. И в литературных данных встречаются мнения о том, что ПТКТ в таких случаях с галлием можно делать с показателя ПСА 0,2. Так вот, когда мы с институтом Гранова делали на нескольких, там, по-моему, больше двух сотен пациентов, смотрели больных после радикального лечения, как оказалось, около 50% ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Для себя мы сделали некие границы, что ПТКТ с галлием, наверное, делать, там чувствительность и специфичность метода составляет уже более 80 и даже 90% от ПСА 0,7. При 18% по СМА на ПСА 1, даже, может быть, я бы и больше поставил, 1,2. И вот тогда это информативно, потому что далее у больного стоит вопрос о каком-то лечении. Лучевая терапия – небезобидная процедура, и в 50% больные получают лучевую терапию зазря, как мы знаем. А побочных эффектов выше крыши. Лекарственная терапия – я на 90% уверен, многое зависит от того, как мы с больным поговорим. Если вы ему объясните о том, что ровно настолько он проживет дольше, насколько он останется времени без лечения, потому что вы знаете, что рано или поздно на лекарственную терапию, в том числе на органисту, у него возникнет привыкание, и, собственно говоря, там надо будет искать уже другие линии терапии. Учитывая вот такое благоприятное течение у него, группу благоприятного прогноза, я бы точно этого больного оставил понаблюдаться подольше, без лекарственной терапии, с контрольными ПТКТ. И вот когда мы бы увидели у больного, в чем проявляется его прогрессирование, тогда у нас, во-первых, остается опция локального воздействия на эти очаги, которые мы бы нашли. Если бы это было, допустим, локорегиональный рецидив в виде лимфоузлов подвздошных или местного рецидива, возможно, обсуждение вопроса о лучевой терапии или при лимфоузлах, одиночных даже лимфодисекции, которая очень часто дает больным еще холодный период без лечения на годы. Вот. Или если он спрогрессировал бы в плане генерализации, то тогда уже, опять же, если это одиночные единичные метастазы, на сегодняшний день довольно широко применяется стереотоксическая терапия. А мы говорим с вами о пациенте, который лечился не 20 лет назад, а лечился уже в это время, когда это все применялось, 21-22 год. Ну вот, наверное, я бы так сказал. Хотя очень хороший, интересный случай, и мне приятно, что на сегодняшний день, вот я посмотрел, все случаи – это случаи персонифицированного подхода, а не следование абсолютное рекомендациям, потому что мы всегда должны учитывать мнение пациента в том числе. И в вашем лице я вижу людей, думающих и понимающих, что вы работаете в интересах, прежде всего, пациентам. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Если позволите, я, ну, с учетом, опять же, дискуссии в чате, который идет. Я, безусловно, хочу сказать, что да, лапароскопическая простатокомия выполнена с хорошими функциональными результатами. И, в общем-то, один, ну, метод выбора, с учетом того, что у пациента был слабый набор мочи, он не мог нормально мочиться после, и имел биохимический рецидив. Поэтому, безусловно, от этой операции пациент получил только положительные плюсы. И, может быть, это можно было сделать раньше. Мы, конечно, понимаем, что после всех вот этих методик, которые, ну, скажем так, на сегодняшний день не являются стандартом, как, верно, отметил Валерий Иванович, это после них, в том числе и после кривой дистриции, как правило, остаются жизнеспособные опухолевые клетки. И лишь вопрос времени, когда они реализуются. Поэтому, повторяю, как бы в данном случае метод выбора лечения был, на мой взгляд, адекватным. И хорошие функциональные результаты после этого подтверждают, скажем так, правильность этого варианта лечения. Согласен, что пациенту, данному пациенту, возможно, предложить, ну, поскольку начал гормональную терапию, может быть, на данном этапе интермитирующую гормональную терапию. Но, опять же, это вы обсуждаете именно с пациентом. Во-вторых, полное согласие с Валерием Ивановичем. В общем-то, здесь, я думаю, что мы не расходимся. Ну, вот, хороший, интересный клинический пример, как лечить вот таких больных с рецидивом заболевания. Ну, и, опять же, из чата был вопрос по поводу Pirates. На мой взгляд, я, может быть, коллеги поделятся, может быть, я ошибаюсь здесь, но, по-моему, после криодеструкции четко характеризовать по шкале Pirates не совсем возможно. Может быть, еще раз бы я ошибаюсь в данном моменте. И все же правильно выполнять в данном случае именно системную биопсию, хотя, конечно, если есть подозрительные очаги, то они тоже должны быть, эти зоны попасть в зону забора биопсийного материала. Но, а в остальном, предлагаю перейти к следующему клиническому примеру. И слово предоставляется Артему Александровичу Керну из Тюмени с его клиническим случаем. Рак предстательной жизни с метастазом уретру и половой член. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые эксперты. Спасибо большое за возможность выступить с докладом, поделиться собственным опытом введения такого непростого, можно сказать, пациента, редкого пациента. Итак, наш пациент 56 лет. В 2018 году проста специфический антиген инициальный 6 нанограмм на миллилитров. Пациенту выполняется стандартная трансректальная 12-точковая биопсия предстательной железы. У пациента диагностируется аденокарцинома, ацинарного типа. 6 баллов по шкале глиссона пациента. 100% поражения в одном всего лишь столбике. Было выполнено дополнительное иммуногистохимическое исследование для подтверждения морфотипа опухоли. Она была подтверждена. Пациенту было проведено обследование согласно стандарту после установления диагноза. И, казалось бы, пациент с низкой группой риска прогрессирования. Но, учитывая особенности желания пациента, была выполнена ему все-таки радикальная простатэктомия. И морфологическое заключение, конечно же, немножко удивило, потому что мы получили ацинарную аденокарциному, уже 8 баллов по шкале глиссона, с очагами прорастания до наружных отделов капсулы в правой доле, без поражения семенных пузырьков, с отрицательным хирургическим краем. Но на тот момент интероперационно, видимо, было какое-то предчувствие, и пациенту все-таки с такой группой риска выполняется стандартная лимфоденоктомия. Всего удалено было 13 лимфатических узлов, и в лимфатических узлах не было диагностировано в поражении метастатического. Таким образом, перед нами пациент уже с третьей стадии рака предстательной железы. С пациентом разговаривался вопрос уже одевантного лечения. Было решено все-таки посмотреть его значение простатспецифического антигена спустя 8 недель после радикальной простатэктомии, который составил 0,1 нанограмм на миллилитр. Пациент в дальнейшем динамически наблюдался. Но, как вы видите, через некоторое время у пациента случается ПСА-рецидив, повышение простатспецифического антигена до 0,5. Пациенту проведено обследование. На тот момент это позитронно-эмиссионная томография с холином. Очаги метастазирования у пациента не были выявлены. Пациенту назначается короткий курс гормональной терапии. Он стартует с агонистов лизитин гормона. Также пациент был консультирован радиологом, где было все-таки решено провести ему лучевую терапию на малый таз. Доза лучевого лечения составила 50 изогрей. И пациент получал также гормональную терапию всего сроком до 6 месяцев. После проведенного лечения мы видим у пациента снижение простатспецифического антигена до 0,1, и далее пациент наблюдался. Длительное время, до 2020 года, у пациента, опять же, низкие значения простатспецифического антигена. Он регулярно приходит на динамическое наблюдение. Все пациента хорошо. Но в ноябре 2020 года пациент начал отмечать, что у него есть изменения в анализе мочи. У пациента появились эритроциты. Ну и как мы принято полагать, первоначально, что это все-таки связано с воспалительными заболеваниями, которые могут проходить у наших пациентов. Но когда пациент уже обратился в начале 2021 года и сказал, что он уже видит на самом деле примесь крови в моче, тогда же, конечно, пациенту решено было дообследовать. Хочу обратить внимание, на тот момент у пациента достаточно низкие значения простатспецифического антигена, 93 тысячных нанограмм на миллилитр. Пациенту, учитывая примесь крови в моче, выполняется цистоскопия, стуротероскопия и отмечается, что имеется изменение в бульбозном отделе уройтера, определяется образование до 8 мм в диаметре. Выполняется биопсия, щипковая биопсия. По морфологическому заключению, иммуногистохимическому исследованию наши коллеги-морфологи указывают на то, что это все-таки метастасы цинарные аденокарциномы, по шкале глисоны на тот момент они оценить не смогли. Конечно же, как клинициста, получить такое заключение при низких значениях ПСА, при хорошем самочувствии пациента, было как-то сомнительно. И все-таки предполагалось, что это не цинарная аденокарцинома из предстательной железы. Предлагалось, что это может быть прогрессирование, появление опухоли в кишечнике, и аденокарцином оттуда был обследован кишечник у пациента дополнительно, но все-таки не было выявлено изменений в кишечнике. Тогда все-таки решается вопрос, как же поступить с этим пациентом. И все-таки, учитывая, что морфологический диагноз ставился немножко под сомнение, мы все-таки перепроверяли, так сказать, морфологическое заключение решено было выполнить пациенту резекцию уретруса на стомозу по Хольцову, и при гистологическом заключении, иммуногистохимическом, все-таки мы понимаем, что там аденокарцинома, 8 баллов по шкале глюсон, это самая аденокарцинома, которая была и в предстательной железе. После этого у нас стал вопрос, все-таки, может быть, мы все-таки чего-то пропускаем у этого пациента, и нужно дополнительно его обследовать, вот тогда пациент выполняет позитронно-миссионную томографию уже после операции с ПСМА, галием, но очагов у пациента метастазирование не определяется. Пациент продолжает наблюдаться в динамике. Казалось бы, стоило бы назначить, опять же, гормональную терапию, но на тот момент пациент сильно не был настроен, да и все-таки считалось, что один очаг появился, может быть, не стоит пренебрегать и давать пациенту излишнего лечения, поэтому 6 месяцев пациент наблюдался. И вот в сентябре 2021 года пациент самостоятельно определяет в области полового члена два образования. Притом проста специфический антиген, опять же, низкие значения, это всего лишь 0,37 тысяч нанограмм на миллилитр. Пациенту повторно выполняется позитронно-миссионная томография с галием ПСМА, где определяется, что в области максимальной части уретры и головки полового члена есть изменения, характеризующие накоплением радиофарм препарата. Также определилось изменение в тазобедренном суставе, но здесь рентгенологи все-таки склонялись к воспалительному генезу этого изменения. Пациенту была выполнена магнитная резонансная томография, но признаков прогрессирования и вообще даже наличие опухоли в половом члене при МРТ не было найдено. Вот данные позитронно-миссионной томографии. На картинках вы видите как раз те самые очаги, которые отмечали свечение радиофарм препарата. На тот момент все-таки была вторая попытка это удаление этих образований. Были удалены два этих образования из кавернозных тел полового члена. Вот в одном образовании, который располагался около уретры, все-таки пришло также аденокарциномость в 8 баллах по шкале глисона, а во втором это все-таки был воспалительный очаг. Учитывая, что вокруг этого пациента получается какое-то недопонимание, морфологи нам говорят за прогрессирование рака предстательной железы. Мы все-таки осторожничаем и аккуратничаем. Мы все-таки решили, давайте спросим реферсное мнение, а как же все-таки может быть все-таки морфологи неправильно трактуют эти морфологические результаты. Вот тогда все стекла пациента отправляются реферсной лаборатории, которая, на наш взгляд, должна была сказать свое экспертное мнение. Но, как оказалось, просто мы немного не доверяли нашим морфологам и излишне их перепроверяли. Все заключения были схожи в реферсной лаборатории. Они дали те же самые результаты, что после биопсии это все-таки 6 баллов по шкале глисона, после простатоктомии и двух метастасоктомии это 8 баллов по шкале глисона. Опухоли экспрессировали ПСА и цитокератин 7-й также экспрессировали по иммуногистохимическому исследованию. Пациенту дополнительно, учитывая, что это нетипичное течение болезни, было проведено обследование пациента, выполнена аналаза, она в норме, хромогранин в сыворотке крови в норме. Также дополнительно исследовались на иммуногистохимическую реакцию на нейроэндокринные опухоли, но все-таки нейроэндокринный рак не был дифференцирован. На всякий случай все-таки решили проверить, а может быть пациента будет микросателитная недостаточность, микросателитная недостаточность или нет, и мы ее вообще практически не видим у наших пациентов, когда тестируем. Но что порадовало, что мы получили у пациента при тестировании гомологичной рекомбинации ЧЕК-2 мутацию. Таким образом, у пациента, прогрессирующий ЧЕК-2, позитивный рак предстательной железы с глисоном 8, не продуцирующим ПСА, потому что, как мы с вами видим, после лучевой терапии у пациента длительное время ПСА находится достаточно в низких значениях, что, в принципе, клиницистом может расслабить и не насторожить на форму прогрессирования болезни. Формально пациент находится в фазе метастатического гормоночувствительного заболевания, так называемого, низким объемом поражения, малым объемом заболевания, но высоким риском метастазирования. Вот тогда пациенту все-таки оговаривается, что, учитывая наличие такого двойного уже прогрессирования, которое проходило по органу как половой член, пациенту назначается терапия агонистами релизинг гормона, плюс новый гормональный препарат пациенту дается. У пациента осуществляется контроль позитронно-эмиссионной томографии с ПСМА и магнито-резонансный томографический контроль с контрастным усилением. Хотелось бы отметить, что наш клинический случай оказался достаточно редким. Мы просмотрели все базы данных и нашли всего лишь 5 описаний клинических случаев. Первый клинический случай – это с 1993 года, последнее упоминание – это было с 2006 года. Все это в иностранной литературе, в отечественной литературе не было упоминания. Самые частые мутации рака предстательной железы – это все-таки BRCA2, ATM, CHEC2 и затем уже BRCA1. По данным исследований, встречаемость ЧЕК2 мутации у пациентов со спорадическим раком и герминальным – одинаково по данным исследований. А вот по данным других исследований, выживаемость пациентов с злокачественной опухоли предстательной железы с мутацией ЧЕК2 ассоциирована с большим риском смерти по сравнению с такими пациентами, как в общей популяции. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Коллеги, ваши вопросы. Артем Александрович, как вы относитесь к простатоктомии без лимфодисекции в группе благоприятного прогноза? Спасибо большое, Валерий Иванович, за вопрос. Хорошо отношусь к этой методике. И мы чаще всего все-таки стараемся просчитывать по шкале, нужно ли выполнять лимфодисекцию, либо не нужно выполнять. Почему этому больному тогда вы сделали лимфодисекцию? Это опыт хирурга и ЧТИО хирурга. Так, спасибо. Дальше. При резекции уретры у вас Р0 или 1 было при первом метастазе в уретре, когда была резекция уретры? Спасибо большое за вопрос. Да, там было Р0, то есть роста в краях резекции у пациента не было. И причем, Валерий Иванович, я еще хотел бы добавить, что мы дополнительно просили, когда мы получили, первую метастазу эктомии делали, мы морфолога просили посмотреть уретру в предстательной железе полностью еще раз, в материале проста эктомии, подняли эти стекла, и там тоже это посмотрели, там тоже мы ничего не нашли. У вас как-то не показано было на момент выявления рецидита метастаза уретры в 2021 году. Вы какие-то обследования-то делали еще, кроме уретра, цистоскопии, то есть МРТ, КТ, я уверен абсолютно, что вы делали, просто не отражено это в презентации, и что на них было? Да, спасибо большое за вопрос. Валерий Иванович, мы действительно сделали магниторезонансную томографию на тот момент малого таза, сделали синтеграфию костей скелета и компьютерную томографию грудной клетки брюшной полости. Так как я говорил уже во время выступления, что мы все-таки сомневались, что это аденокарцинома простатическая, мы на тот момент не рассматривали позитронную миссионную томографию, мы ее сделали уже после резекции уретры, то есть когда получили морфологический материал, ну, более валидный, более доступный, и это нас убедило сделать это исследование. На исследованиях мы не нашли никаких признаков вообще прогрессирования заболевания. Тогда вы напросились сами на еще один вопрос. Хорошо. При МРТ у вас делали органы мошонки и полового члена? Да, это всегда входит в объем исследования. У нас МРТ делается малого таза с захватом верхней трети бедра. Ну, это далеко не везде делается. Я вас хочу порадовать, что у вас такой объем выполняется, поэтому я и спросил. Спасибо. У меня тоже маленький вопрос относительно репорта по простатоктомии. Там патологи вообще не описывали минорный компонент с паттерном 3. Спасибо большое за вопрос, Анна Сергеевна. От вас я ждал таких вопросов на самом деле. Ваши комментарии. Нет, паттерна 3 не было. Вы имеете в виду, что 8, 5 плюс 3, да? Нет, я к тому, что 4 плюс 4, они поставили сумму баллов, но был ли там условно третичный компонент в виде паттерна 3, который был выявлен в биоптате? Или его вообще в простатоктомии не обнаружили? Нет, не было. Не описано. А интервал между биопсией и простатоктомией сколько составил времени? Примерно около месяца, не больше, чем месяц. Анна Сергеевна, если позволите, вопрос из чата. Вообще, коллеги, ну и у меня вопрос тоже. Я хотел вас, во-первых, спросить, как часто вы видите так, что 3 плюс 3 на биопсии и 4 плюс 4 по результатам радикальной простатоктомии? Это первый вопрос. И из чата вопрос, коллеги просят объяснить, как возможно, каков возможен механизм метастазирования, собственно, распространения опухолевых клеток, чтобы появился метастаз в половой член. Спасибо большое за вопрос. Действительно, на самом деле, такое резкое изменение градации по ушкале глисона мы видим достаточно редко. Я бы сказал, что это прям какой-то просто редкий случай, который, ну, морфологи часто, они, видите, у нас клиник, и биопсия делается, и уже материал простатоктомии делается практически в одной клинике, они могут посмотреть результат, что было на биопсии, что на простатоктомии было. Поэтому такого не случается, чтобы было резкое изменение. Есть небольшие изменения, если мы говорим о шкале по глисону 7, там 3 плюс 4 меняется, 4 плюс 3, либо вот когда меняется именно 7 и 8 местами. Там такое бывает. Но я тоже скажу, что это нечасто. По поводу второго вопроса, каков механизм прогрессирования? Вы знаете, на самом деле вопрос достаточно сложный, и непонятный. Вот изучая литературу, которая была представлена нашими предыдущими наблюдениями, вот этими пяти, они в тот момент делали трансуртральные резекции предстательной железы. И там, как бы, по сути, механизм был имплантационный, как занос, как повреждение слизистой. У нас же опять все-таки такого механизма не было. И объяснить вот именно, почему у нашего пациента так случилось, и тем более дважды, я на сегодняшний день не могу. На самом деле тут есть несколько аспектов. Первый – это, может быть, определяющий, с точки зрения частоты, расхождение, заключение по сумме баллов между биоктатом и простатоктомией – это объем исследования простаты после операции. К сожалению, тотально простаты исследуются далеко не везде. Хотя, по-хорошему, надо исследовать ее тотально, потому что это, во-первых, мультифокальная опухоль, во-вторых, высоко гетерогенная опухоль, и только тотальное исследование позволяет, вот, собственно, отловить минорные компоненты, которые могут получаться, обнаруживаться в биоптате и не обнаруживаться, или в меньшей степени обнаруживаться в материале простатоктомии. Когда у нас возникают такие ситуации, у нас в руках есть материал дооперационный и операционный, мы, конечно, ищем тройку. То есть, если мы хотим поставить вот в такой конкретной ситуации 4 плюс 4, мы ищем тройку. Есть ли она где-то, как она попала в биоптат, почему только она попала в биоптат. Но для этого необходимо, конечно, экстенсивное исследование операционного материала. Что касается механизма метастазирования, то, судя по всему, он все-таки гематогенный. Потому что представить себе контактное метастазирование сложно. Тем более, что если не было инвазии в простатический отдел уретры, либо оно не описано. Вряд ли это и лимфогенные метастазирования все-таки были бы на дальние метастазы. Возможно, это какие-то… Так ему повезло с локальным кровообращением в тазу. И гематогенные метастазы пошли, так сказать, не вверх, а вниз. Единственное, для меня, по крайней мере, доступное объяснение. Спасибо, Анна Сергеевна. Мне кажется, очень ценное замечание. Мне бы хотелось вторичить комментарий. Я бы, честно говоря, если бы получил после Глисона 6 на биопсии, получил 8 по результатам простатутомии, в обязательном порядке разобирался бы, как выполнялась биопсия. И чтобы какие… Достаточно ли было материала было забрано, как она выполнена, кто ее выполнял. И откуда попал этот материал. Это в первую очередь. Потому что, на мой взгляд, при правильной выполненной биопсии таких казусов быть не должно. Но, может быть, действительно, простаты не исследовалась не вся, как сейчас Анна Сергеевна верно заметила. Что, может быть, не полностью была исследована пристательность за после простатутомии. Но, тем не менее, я бы взял это на заметку и еще раз повторяю, изучил, как была выполнена биопсия до операции. Но это, в мой взгляд, на данную проблему. Коллеги, еще вопрос у Артема Александровича. Мне кажется, очень… Такой вот у меня вопрос. Артем Александрович, а сколько пациент наблюдается после последней операции без признаков рецидива, прогрессирования? Ну, на терапии гормональне комбинированной уже год пациент. Уже год. Благодарю. Ну, если позволите, комментарий. На самом деле, то, что касается метастазов уретру, я видел в своей жизни двух пациентов. И все-таки я, наверное, больше склоняюсь к пользу данной ситуации имплантационного метастазирования, потому что, вот Анна Сергеевна уже правильно сказала, что даже при простатоктомии, к сожалению, морфологи ну, тотально не исследуют простату. То же самое можно сказать и об уретре простатической, которая удаляется во время операции. А если говорить… Это сегодняшняя обстановка. А если говорить о том, что делалось там 15-20 лет назад, то это вообще никак не исследовалось. И я как раз помню пациентов, которые были раньше у нас такие. И то, что касается второго, вы говорите, метастазов уретру, в проксимальную, я думаю, это продолженный рост уретре, которая была после первой вашей резекции. Вот. И все-таки я больше склоняюсь к пользу имплантационного метастазирования по уретре. А вот то, что касается полового члена, то здесь однозначно, конечно, гематогенное метастазирование и других вариантов здесь, на мой взгляд, быть не может. То, что касается расхождений, результатов биопсии, морфологических расхождений и простатоктомии. Опять же, мы брали за последние там… Ну, это не нынешние, так скажем, исследования. Меня этот вопрос давно интересовал. И мы смотрели порядка 800 больных, которые были взяты на простатоктомию со стадии 2 и с глиссоном 6-7. И у нас тогда еще до 16-го года, вы знаете, что там семерка относилась к умиренно-дифференцированным опухолям. И у нас получилось 20% расхождений морфологического диагноза между тем, что мы получали при биопсии. Это начиная с 2005-го по 2017-й год мы смотрели. Вот, за 12 лет порядка 20% расхождений. Почему я всегда настаиваю на том, что вот просто так относиться к тому, что в группе благоприятного прогноза не надо делать лимфодисекцию, именно поэтому. Потому что это собственный, так скажем, анализ своих собственных результатов. Безусловно, здесь, может быть, есть и наши какие-то недоработки, и недоработки морфологов, но, тем не менее, это факт. И мы же не можем выполнять все морфологические исследования в одних руках, так же, как и все хирургические операции в одних руках. Поэтому я всегда очень осторожно отношусь к позиции в группе благоприятного прогноза не выполнять лимфодисекцию. То, что касается Вашего случая, Артем Александрович, случай прекрасный, интересный, демонстрационный, необычный. И поэтому спасибо Вам за такой случай. Вопрос о локальном воздействии на половой член, на метастаз в половом члене. У Вас больше ничего нигде нет на сегодняшний день, да? Да, спасибо большое за вопрос. Ну, в настоящий момент вопрос этот не рассматривается, потому что пациенту устраивает гормональная терапия, которую он получает. Пациент насторожен в плане самообследования. Как Вы видели, что вообще инициатором в этих, кстати, это был сам пациент. Он достаточно петильно относится. Ну, вопрос в лучевой терапии пока не стоял. Валерий Иванович, удовлетворенно ответом. Да, конечно, спасибо. Мне кажется, здесь, мне кажется, тактика выбрана верно. Коллеги, мы переходим к следующему случаю. Следующее слово мы предоставим Урманцу Марату Паязовичу с его случаем полного ответа на лечение метастатического рака предстательной железы. Наш случай представлен из клиники Башкирского государства медицинского университета, где я являюсь заведующим онкологическим отделением. И, прежде всего, хотелось бы начать с данных пациента непосредственно, что это был молодой пациент, который впервые обратился к нам в 50 лет. Из особенностей это было то, что на момент его скрининга по поводу тех или иных дезурических явлений, по которым он обращался в поликлинику, выявлен ПСА 2156 нг на миллилитр, была проведена ему, естественно, по этому поводу полифокальная биопсия предстательной железы. Вы видите, что гистологически подтвердилась аденокарцинома с суммой глиссона 4 плюс 5. Во всех столбиках она была обнаружена. Следующим этапом при обращении к нам был дообследован, была проведена компьютерная томография и синтеграфия костей скелета одномоментно в один день. Как вы видите, по заключению компьютерной томографии было представлено, что объем железы, размеры железы были 64 на 68 на 75, то есть железа, в принципе, была увеличена в размерах значимо. При этом параортальные лимфоузлы были максимальным измерением 155 минимум, по короткой оси были 55 миллиметров. Наружные подвздошные, то есть это один большой конгломерат с размером по короткой оси 78 миллиметров. И запирательные лимфоузлы вместе с пахом также были увеличены. Что было также нахлоткой, что, естественно, данное лимфатическое метастазирование привело к тому, что у пациента был усторонний уротерогидронефроз. Ну и при параллельном обследовании по поводу синтеграфии костей скелета массивное бестатическое поражение было по типу суперскана. Естественно, перед нами стал вопрос, о какой стратегии лечения у данного пациента возможно выбрать. Как мы знаем, что вот на данном слайде представлены, какие на сегодняшний день есть варианты лечения. И с учетом того, что мы сами очень активно участвуем клинических исследований и получаем ранние возможности и доступа к препарату и, в принципе, первые личные опыты. Нами была выбрана следующая тактика по лечению пациента. Естественно, после проведения сразу была проведена двусторонняя чрезкожная нефростомия для того, чтобы, как говорится, ускорить момент назначения двухсторонней орхидектомии и с последующего дня начинать опиензолутамидом в стандартной дозировке с одномоментным введением и препарат бифосфанатом. При вот таком активном лечении пациент показывает немедленный ответ. Мы видим, что при его наблюдении ПСА снижается на период наблюдения 13 декабря 2021 года. Там хотелось бы напомнить, что это прошло уже больше полугода. Мы достигаем уровень ПСА-294. При этом пациент не меняет никакой линии терапии, только проводит применение таблетированных препаратов. Ну и следующее наблюдение, которое мы проводим каждые три месяца, показывает последующее снижение этого уровня. И так скажем, что НАДИР до сих пор не достигнут. Что касается очередного клинического иммунаблюдения, интересный факт о том, что, естественно, пациент был в почечной недостаточности на момент выявления данного диагноза. После установки нефтостомических дренажей мы получили снижение уровня креатинина и скорости клубочковой фильтрации, увеличения. И последующее наблюдение, естественно, мы делали, кроме того, что измеряли УРНПСА, мы также проводили компьютерную томографию, синтеграфию в динамике каждые 3-4 месяца для оценки этого положительного результата. Наблюдение в ноябре 2021 года нам позволило провести антеградную уротерографию. И мы определили полное прохождение мочеточников, тем самым отсутствует препятствия на уровне тех самых лимфатических узлов, которые были ранее. Удалили ему нефростомы. И, как вы видите, функция почек не изменилась. Что касается результатов, последнее наблюдение, которое мы сделали именно в рамках компьютерной томографии, вы здесь видите, что представлены снимки пациента. Слева вы видите первичную картину, которая была 18 мая 2021 года, а справа это уже 22 ноября 2022 года. То есть колоссальные изменения по поводу лимфатического метастазирования. И, как подтверждение нашей картинки, слева представлена таблица по динамике размеров лимфатических узлов. И тем самым, по заключению, мы получили полный ответ по данным результатам. Естественно, здесь я представил все группы лимфатических узлов, ну, для наглядности оценивались. И при этом на сегодняшний момент, как вы видите, и на компьютерной томографии, и по заключению наших экспертов, нет расширения чаш-толоханочной системы. То есть пациент соматически чувствует себя прекрасно, не было зарегистрировано никаких серьезных нежелательных явлений за период наблюдения. И, кроме этого, он продолжает ту терапию, которую мы первоначально начали, качество жизни его на сегодняшний день удовлетворяет. Как бы в качестве такого по скрипту хотелось бы добавить, что на этапе диагностики пациента его разочарование по этому диагнозу было понятно. Но основное, что он говорил, что он молодой, и его дочке 5 лет, и он все-таки надеялся прожить чуть дольше. И вот это заключение, которое сейчас он получает, в принципе, позволяет судить о эффективности данной терапии и предпринятой тактике лечения данного пациента. И вот с такими, ну, я считаю, очень значимыми результатами. Спасибо за внимание. Спасибо, Марат Боясович. На мой взгляд, очень любопытный случай, который подчеркивает эффективность комбинированной гормональной терапии. Коллеги, ваши вопросы к Марат Боясовичу. Скажите, пожалуйста, у пациента нефростомы, они навсегда останутся или планируется что-нибудь сделать для закрытия? Или они вот будут и все? Спасибо за вопрос. Отдельное спасибо, что внимательно меня слушали. Значит, мы нефростомы ему убрали. И я представил именно уровень креатинина, который был показан, что удаление нефростомических дренажей именно нам позволило произвести благодаря уменьшению размеров лимфатических узлов и их компрессии, как следствие, которое вызвало уртергидронефроз. Поэтому у него все благополучно в этом плане. Скажите, пожалуйста, пациент заледроновую кислоту получал из-за болевого синдрома? Значит, заледроновая кислота являлась, показанием для проведения заледроновой кислоты являлось наличие костных метастазов, массивного поражения костного скелета для превенции, так скажем, скеллитровый related events, то есть осложнений, связанных с скелетом. Соответственно, с дня выявления и до сегодняшнего дня, да. Марат Павелыч, а вот вы не планируете прервать введение заледроновой кислоты, если он до сих пор получает этот препарат? Спасибо за вопрос, Александр Михайлович. Все-таки, по данным последнего синтеграфического исследования, ввиду того, что когда мы видим на скрининге суперскан, очень сложно, вы знаете, оценивать динамику нетаргетных очагов на самом деле. И на сегодняшний день мы видим, да, консолидирующуюся, продолжающуюся консолидацию участков костного скелета. Ввиду их массивности, все-таки и продолжающейся комбинированной терапии, я все-таки, наверное, бы продолжил лечение бифосфонатами с целью именно профилактики костной резорбции, прежде всего. В дальнейшем, если мы увидим, ну, какое-то более благоприятное заключение по данным синтеграфии, наверное, можно это расценить. И опять-таки, мы еще не достигли надира. Мне интересно, когда он будет и какой он будет. Ну, его может и не быть, собственно говоря. Я веду еще ниже, может и не опуститься по САА, но я бы в данном случае все-таки рассмотрел, если не отменить, то, по крайней мере, сделать более редким, там, раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев выведение заведенной кислоты, если вы в плане опасаетесь устопороза и на фоне массивной нормальной терапии. Как у вас часто встречается такое осложнение, как некроз, там, нижней челюсти или верхней челюсти на фоне приема бифосфоната? Ну, я думаю, как и у всех, в принципе, некроз нижней челюсти я лично наблюдал у двух пациентов, которые проводили терапию, по-моему, более пяти лет. Просто потом введение бифосфонатов приведет к отмене временной или на совсем гормональной терапии, лекарственной терапии у данной категории пациентов. И когда пациенту нужно будет вводить остеомодифицирующие агенты, когда будет, разовьется кастрационно-резистентный рак, фактически вы это не сможете сделать. Здесь однозначно пациенту нужно отменять бифосфонаты. И гормональная терапия, тем более комбинированная, она фактически воздействует на костные метастазы и укрепляет костную ткань. Полностью с вами согласен по поводу комбинированной гормональной терапии. Однако я именно подчеркиваю, что на последних сантиграфических исследованиях все-таки период наблюдения у нас этого пациента не такой большой. Я считаю, что, грубо говоря, пациент полтора года получает бифосфонаты. Мы пока еще не имеем такие риски. А так, ну да, в любом случае у нас в качестве правила есть определенные, когда мы пропускаем одно изведение этого препарата для того, чтобы снизить эти риски. А так, ну да, возможно, естественно, мы будем это рассматривать после достижения какого-то из более приятных значений по сантиграфии. Суперскан никуда не уйдет. Нет, суперскан мы на сегодняшний день не наблюдаем, но мы наблюдаем консолидирующие участки. И как бы, а именно оценку, его сложно, естественно, оценить по суперскану. Я про это и сказал, что поэтому мы наблюдаем. Марат, спасибо, поняли. Скажите, а вот такой вопрос по стандартам, которые существуют, наряду с комбинированной гормональной терапией, одной из опций является комбинация, собственно говоря, андрогенной депривации с химиотерапией с химиокрепаратом бутстокса. Когда вы планировали лечение, на чем вы основывались именно при делах выбор в пользу комбинированной гормональной? Естественно, вы, как всегда, правильный вопрос задаете. И именно вот эта комбинация, она тоже была в качестве альтернативного выбора. Но ввиду того, что пациент был изначально, так скажем, в острой почечной недостаточности, наличием, возможно, гематологической токсичности и других нежелательных явлений, связанных с этой терапией, мы решили, что вот в качестве стартовой терапии необходимо именно вот это назначить, сочетание. Естественно, были варианты, что в последующем мы будем переходить на комбинацию после того, как мы купируем вот этот синдром. Однако, нам на удивление, ответ был настолько хороший, что не потребовалось никакой смены терапии. Спасибо, Марат Паязыч. Абсолютно обоснованное решение, на мой взгляд, действительно. Клежевский афинин на момент установления диагноза был низкий. И почечная недостаточность, конечно, повод для того, чтобы использовать именно комбинированную термональность. Учитывая возраст пациента 50 лет, мне вот интересно, почему предпочли орхэктомию и билатеральную? И было ли проведено протезирование яичек? Вопрос хороший. Протезирование яичек мы, в принципе, не делаем. Мы делаем сукопсулярную орхэктомию, поэтому чисто эстетически, я думаю, что никакой разницы не видно. А орхэктомия была проведена в связи с тем, что это самый быстрый и доступный метод был на тот момент для проведения данной комбинации. Понял. Извините, еще маленький вопрос. О уровне тестостерона, который в итоге достигли. Я вот не обратил внимания. Можете сказать, пожалуйста? Ну, я эти умышленно не ставил цифры, потому что мы сразу достигли уровень фастрационного уровня тестостерона, да, меньше 50 нанограмм на миллилитр, но как бы он не менялся. И вы знаете, что орхэктомия очень высокая, эффективна для этого. Интересно было, ниже ли 20 нанограмм на децилитр или нет? Вот это вот интересовало. Спасибо. Коллеги, а кто-то определяет уровень тестостерона у пациентов после орхэктомии? Ну, если ко мне приходит пациент на консультацию, и когда-то давно он выполнял билатеральную орхэктомию и периодически там наблюдался у онкового, ему не смотрели в таких ситуациях, да, бывает, что определяют. Бывало даже такое, что пациент с билатеральной орхэктомией, ему назначали аналоги, что удивительно, даже такое встречалось. В экономических интересах, наверное, имеет смысл посмотреть тестостерон, но практическое значение такое относительно имеет после орхэктомии, определения тестостерона. Хотя, безусловно, это важный показатель, когда мы проводим терапию аналогами. Это, безусловно, важно. Мурат Фаязыч, а что у нас сейчас с предстательной железой? Это первый вопрос. И второй вопрос, что делается с костями? Меня интересует степень накопления изотопа в метастазах. Хотя бы в контроле при Суперскате. Валерий Иванович, да, вы правильно подметили. Вот, кстати, я это показал на презентации, но забыл рассказать про это. То есть, как вот вначале я отметил, что объем предстательной железы был выше. Больше двухсот. Да, а на последних снимках объем предстательной железы сократился практически два раза. То есть, мы наряду… Он в пределах сотни сейчас? Нет, он около сорока, если я не ошибаюсь. Сейчас я могу презентацию включить. Отлично. И с костями тогда что? Со степенью накопления? С костями степень накопления контрастного… Ой, радиофармпрепарата, по данным последнего синтеграфического исследования, которое мы делали вместе с КТ 22 ноября, определяется снижение, естественно. Но вот еще раз говорю, вот это вот критерий, то, что мы Бонскан изначально делали, и было определение как Суперскана, то есть сейчас они пишут нам, что есть положительная динамика продолжающаяся, которую мы делаем каждые три месяца, да? То есть, последние три исследования показывают нам стабилизацию, как они нам пишут по заключениям. То есть, количественная оценка не проводится, ну, то есть, картинка, соответственно, вот продолжающегося в этой ситуации, наверное, консолидации именно какой-то. Я почему задал этот вопрос? Ну, вы как раз, вот как сказал Александр Михайлович, все делали как положено по рекомендациям, причем учли и почечную недостаточность, все великолепно. То, что касается, там, подключения залитроновой кислоты, вопросов нет. Я тоже сторонник того, чтобы, ну, вот просто так ее не использовать, потому что потом к ней тоже возникает привыкание, и когда она вам может действительно понадобиться при болевом синдроме, у вас уже резерва в этом не будет. Это один момент. Второй момент, почему я задаю вопросы о предстательной железе. Вы все знаете, что даже при множественных метастатических поражениях я все-таки сторонник палеотивной лучевой терапии, сторонник, но это не входит в такие рекомендации, и сторонник с точки зрения профилактики осложнений со стороны верхних и нижних мочевыводящих путей в плане обструкции. У вас у пациента уже обструкция верхних мочевыводящих путей была. Сейчас вы получили эффект, вы добились максимального ответа. Объем простаты 40 кубов против 200 с лишним, которые были. Так вот, я вас уверяю, что когда у вас начнется прогрессирование, у вас в простате опять начнется прогрессирование, и потом вы уже объем простаты не уменьшите. Вот у вас, на мой взгляд, в данной ситуации есть шанс на то, что вы сейчас можете застабилизировать простату путем, допустим, лучевой терапии. И на самом деле у нас порядка 90 пациентов, которым мы делали лучевую терапию, это в рамках нашего внутреннего клинического исследования, не более того. Понятно, что это пока не наберет определенное количество пациентов с определенной достоверностью, ни в какие рекомендации не войдет. Но вот с точки зрения профилактики, молодой мужчина, я бы, наверное, подумал. Ну, это просто в качестве вот, как бы, моих личных мнений. И вы сами напросили, что еще один, опять же, провокационный вопрос, который, опять же, не входит в рекомендации. Вы добились определенного набира, но этот набир у вас в районе полутора, я так понимаю. Да-да. Да. Вот. И почему я спрашиваю так активно о степени накопления изотопов в метастазах в кости, да? Тоже. Возможно, если есть какие-то одиночные очаги, которые имеют агрессивность намного выше, нежели остальные очаги в костях, которые на фоне лечения у вас, как бы, деградировали. То здесь можно обсуждать вопрос о лучевой терапии, а вот какой, это уже на ваш выбор, вплоть до того, что там предлагают стереотаксис, ну, на несколько, допустим, на два-три агрессивных очага, наиболее агрессивных. А может быть, даже подумать об альфарадине, я такой клинический пример приводил. Вот. Поэтому это, я думаю, что в будущем будут когда-то такие рекомендации приняты, вот, более раннего применения радио, препаратов радио. А вообще, хотел поблагодарить за очень прекрасную презентацию и очень наглядную презентацию, потому что, ну, видя то, что было там на старте, вот, и имея теперь великолепный, конечно, результат, ну, вот, я думаю, что в каком-то обозримом будущем будет прогрессирование, с которым будет сложно бороться. Если хотите, в качестве маленького клинического примера. Все, спасибо. Спасибо за комментарий, спасибо. Я, просто, единственное, в качестве комментариев буквально замечу, что Валерий Иванович, я, наверное, отметил, что в клинических рекомендациях нет воздействия, в данном случае, на первичный очаг, это не рекомендовано. Да, это можно рассматривать, но, конечно, при таком объеме поражения локального лечения, ну, конечно, нужно в несколько раз подумать, но, чтобы его предложить. Хотя, как вариант, это, наверное, возможно. Коллеги, я предлагаю перейти к следующему случаю, и слово представляет Сарсеп Вараратовичу с его докладом по триплету. Сарсеп Вараратович, пожалуйста, вот 10 минут. Добрый день, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Хотел представить клинические случаи о подприменении триплета при раке предстательной железы. На консультацию обратился пациент, 43 года, молодой, достаточно с жалобами на учащенное мочеиспускание, дизурию, IPSS у него 6, индекс качества жизни 1. Выполнили МРТ малого таза и выявили образование периферической доли с распространением за пределы органа, также тазово-лимфоденопатию. ПСМ у него 22. По семейному анамнезу у отца рак легкого, у матери рак шейки матки. Выполнили стандартную биопсию предстательной железы 12-точкой по дозе контролем во всех 12 фрагментах от 40 до 100% ацинарной денокарциномы. Обследовали по данным мастер-стантиграфии в 9 позвонке метастаз, по данным КТ органов грудной клетки, брюшной полости малого таза, тазово-лимфоденопатию. И в заднем средостении 1 лимфоденопатия на уровне 7 позвонка. В рамках диагностического поиска пациенту выполнено ПЭТ-КТ с галлием ПСМА. Как мы видим на данном слайде, продемонстрированы основные очаги. Вот здесь, где мышка показывает на уровне 7 позвонка, параортальный лимфоузел размерный по короткой оси 10 мм. В малом тазу лимфоузел по короткой оси наружный, правый и подвздошный 19 мм. Также костные очаги в 9 позвонке и в правой лобковой кости. Суммарный размер очагов 65 мм. Что делать? Молодой пациент 43 года, диагноз 4 стадия рак простаты ИЦТ-3БН1М1Б, агрессивные опухоли СУП-5ПСА-22, олигометастатические 2 костных очага по критериям чарта, латитюд, лоу-грейд. Мы ему назначаем первую линию стандартную. По месту жительства он получает 6 курсов лютс-таксела без осложнений, комбинированных, соответственно, с аналогом ЛГРГ. Также мы ему, учитывая семейный анамнез, агрессивность опухолевого процесса, молодой возраст, назначаем ему генетическое определение мутаций в генах гомологической рекомбинации. По данным контрольных обследований, через 4 месяца мы видим, как уровень ПСА падает в нули, минимальное значение 0,19. По тестостерону я почему спрашивал, потому что у нас в моем случае тестостерон в пределах 20 до 50 нанограмм на дондоцилитр был. Хотелось бы, конечно, ниже исследования, если показывать, что менее 20 гораздо эффективнее протекает заболевание. По данным ПЭТКТ положительная динамика, уменьшение всех измеряемых очагов на 21,5%. И вот мы видим индекс накопления в костной ткани, также он там с 15 примерно до 2 суб снизился. К этому моменту уже пришел результат секвенирования. У пациента выявлена патогенная соматическая мутация, версия 2. Рекомендуем ему продолжение гормональной терапии, также контрольный обследований каждые 3 месяца. Спустя 18 месяцев с момента начала лечения пациент снова обращается на консультацию с жалобами на дискомфорт, преимущество скани и дизури. IPSS в этот раз у него 22 индекс качества, оценка жизни 4. По данным контрольных обследований у пациента без динамики по опухоли и патологии рекомендуем сдать ему по сервисе секрета простаты. Там выявлен рост патогенной флоры. На фоне антибактериальной терапии у пациента отмечается положительная динамика. Здесь на графике представлен уровень ПСА в течение всего этого периода за 18 месяцев. Он примерно сохраняется в диапазоне от 0,2 до 0,3. Через 2 месяца после того, как он обратился с этими жалобами, на 20-й месяц, соответственно, по данным контрольных обследований у него выявляется прогрессирование. Мы здесь на графике видим рост ПСА, однако хочу заметить, что он менее единицы даже, примерно 0,8. Вот здесь представлено по данным компьютерной томографии основной очаг, который рос. Он вырос на 27,1%. Это сама первичная опухоль простаты. Она деформирует мочевой пузырь. По данным цистоскопии, как я вот ранее указал, в мочевом пузыре все нормально, однако деформация стенок мочевого пузыря, как мы видим вот здесь тоже, на данных компьютерной томографии это очень хорошо прослеживается. В связи с чем, по всей видимости, были связаны эти нюансы, хотя, однако, мы пациенту выполняли и УЗИ малого таза, и трансректальная УЗИ предстательной железы, плюс компьютерная томография была буквально месяц назад, ПСА был там в нулях, никто даже не мог подумать о такой ситуации. Это вот я хочу обратить на это внимание. Пациенту по критериям PCUG ставится кастерционно-рефракторный рак предстательной железы. Что назначить ему? Стандартная первая линия изолтамита, абиратуранка в базе ТАКСЛ, ну и в рамках дискуссии обсудить парпоингибиторы, учитывая, что пациент мутант и лютец, и тоже я вынес как метод обсуждения. Хочу продемонстрировать результаты исследования пропель, аллопориб и абиратуран препараты, рандомизированные исследования третьей фазы, пациенты с метастатическим кастерционно-рефракторным раком предстательной железы без отбора по статусу мутаций, ранее получающие лечение доцитоксилом. Были рандомизированы в группы. Одна получала плацебо с абиратуроном, вторая с аллопорибом. И статистически показывает у нас препарат аллопориб с абиратуроном значение улучшения рентгенологической выживаемости без прогрессирования при применении именно комбинации, независимой от статуса. 13-8 месяцев в сравнении с плацебо 8,2. Также снижение прогрессирования или смерти на 34% при применении комбинации за 24 месяца на 51,4% в сравнении с плацебо 33,6. И частота объективных ответов у пациентов с изменяемыми очагами. Повышение на 10% частоты объективных ответов при использовании комбинации. У 40% пациентов, хочу отметить, наблюдали поддающиеся изменения проявления заболевания на исходном уровне. Это вот как раз как у нашего пациента. Также под групповом анализе выделил, хотел бы обратить внимание, то, что, да, определяется улучшение независимо от мутационного статуса. Однако в группах молодых пациентов менее 65 лет, здесь вот отмечено, именно пациенты, ранее получающие в первой линии гормоночувствительном раке ДОТ-СТАКСЛ, также про нашего пациента. И все-таки по форестплоту, если обратить внимание на мутационный статус, в том числе, тоже как наш пациент, более лучшие результаты. Также результаты исследования Магнитет хотела продемонстрировать из этой третьей фазы по оценке комбинированной эффекта парпенкибиторов с антиандрогенного поколения. На графике продемонстрировано рентгенологическое выживание в беспрогрессивной в когорте пациентов с нарушениями в генах BRC1-2. При медиане 18-6 месяцев в когорте пациентов с мутациями BRC1-2 рентгенологическое ВБП в группе с нейропорибом достигло 16,6 месяцев по сравнению с группой плацебо 10,9 месяцев. В общей популяции пациентов также были достигнуты хорошие результаты. В группе нейропориба с абературоном 16,5 месяцев. В группе нейропориба и в группе плацебо 13,7. Таким образом, назначение нейропориба в комбинации с абературоном снижает риск прогрессирования именно в пациентах BRC1-2 на 47%. Риск прогрессирования – это как раз вот наш пациент на 27% наличие мутации в генах репарации ДНК. Собственно, пациенту и назначили на первой линии абературона от статпарат ингибитора и также Деносумаб. Ну и аналоги, да, конечно. Контроль на обследование через 24 месяца. Со второй недели пациенты отмечают положительную динамику по своим жалобам. IPSS снижается с 22 до 2. Индекс качества жизни – 1. По компьютерной томографии мы отмечаем уменьшение всех очагов. По PSA он уходит еще ниже, чем вообще был, в принципе, изначально. Там тысячное значение PSA. И вот здесь продемонстрировано, что на 45% снизился объем измеряемых очагов. В частности, мочевой пузырь, если вы помните, как сильно был деформирован, сейчас он абсолютно нормально выглядит на компьютерной томографии. Также вот предстательная железа очень сильно эффективно уменьшилась. Из небольших находок у него вот здесь, если присмотреться, есть небольшой там уратный конкремент, но это абсолютно нормально на фоне того, что было до этого. А сейчас пациент принимает Блимарайн. Спасибо за внимание. Сейчас у него все нормально. Контрольный обследователь через две недели, насколько я помню. Коллеги, вопросы. Тоже, на мой взгляд, очень интересный случай. Да, это еще не стандарт в нашей стране. Это реплет, но тем не менее, на мой взгляд, тоже очень любопытная тема, которая имеет место быть. Возвращаясь, то, что говорил Валерий Иванович про предыдущего пациента, вот здесь как раз нужно рассмотреть вопрос о палеоактивной лучевой терапии у данного пациента. И второй шанс уже для ее проведения не нужно упускать. Тем более он прогрессирует за счет непосредственно компонента опухоли в самой простате. Константин Андреевич, спасибо за замечание. Пациент консультирован лучевым терапевтом неоднократно, еще с момента постановки диагноза. И в планах это есть, да, у лучевых терапевтов у нас в плане это рассматривается. Сейчас вот будут контрольные обследования, как я сказал, через две недели, по результатам которых снова будет консультация лучевого терапевта. И такой вопрос. У него сейчас мочи спуска неадекватная? Абсолютно, да. IPSS у него с 22 до 2 снизился. Пациент, ну, прям счастлив. Это основной критерий. Мы прям рады, что помогли. Мы по орофлуме 3 тоже все нормально. И один еще вопрос. А какой препарат вы рассматриваете в качестве следующей линии терапии? Хороший вопрос. Или гормональную терапию? Да, очень хороший вопрос. Спасибо. Либо однозначно пока ответить не могу. Все будет зависеть, конечно же, если встань к вопросу о прогрессивании. Во-первых, за счет чего он прогрессирует? Действительно ли за счет первичного очага, который имеется на данный момент? Или же все-таки за счет других очагов? Или же, наоборот, даже с появлением новых? При выборе тактики лечения будем отталкиваться, конечно же, в первую очередь от этого. Если порассуждать, то, наверное, если длительное время он на вот этой терапии будет хорошо идти, то, возможно, рассмотрел бы энзолутамид, учитывая, что на аберртроне хороший был бы эффект. От длительности зависит терапия, насколько он долго сможет продержаться на этой терапии сейчас. То есть вы считаете, что после аберртрона энзолутамид будет эффективен? Ну, не то, чтобы... Я так считаю. Я недавно перечитывал энсисент, там появился новый маркер ARV7, по-моему, который очень хорошо показывает, будет ли в принципе антиандрогенная терапия работать. То есть, если возможно, даже, может быть, это исследование бы пациенту выполнили бы. Но в целом, если пациент достаточно длительно, очень хорошо реагирует на терапию антиандрогенами, то как опцию продолжить, но другой линией, рассматривается такой вариант мною. И опять же, если это не появление новых очагов висцеральных и так далее, если речь идет о новых очагах висцеральных и так далее, то, конечно же, выбор будет в пользу химиотерапевтического лечения, в первую очередь. Ну, я бы с вами не соглашусь. Я бы на самом деле рассматривал варианты именно химиотерапии, если как следующую линию. А уже затем, как в том случае прогрессирование, если там не будет только прогрессирования, и мы не можем использовать раки, то в данном случае уже, как вариант отчаяния, наверное, в какой-то степени попробовать эзолотамид. Спасибо большое за интересный доклад. Но обычно же, если мы идем по классике, то мы определяем шеверную мутацию у пациентов, которые уже достигли кастерационной рефракторности. Вы уже на фоне гормона чувствительного рака знали о его наличии мутаций, и, по сути, вы, комбинировав два препарата, вы, как бы, можно сказать, отняли одну линию терапии у пациента. Не рассматривается ли все-таки вопрос, чтобы не комбинировать, комбинировать, а пойти последовательно, то есть, ну, менять линии при прогрессировании у пациента, это первый вопрос. И второй вопрос, а как вообще переносится на эту терапию, потому что мы знаем, что комбинированная терапия переносится хуже у пациента. Какой ваш опыт именно в переносимости? По поводу того, как он переносит удовлетворительно, ни одного нежелательного явления ГРЭЙ-3 у пациента не выявлено. ГРЭЙ-1, тромбоцитопения, и все. По поводу переносимости. По поводу того, что отняли терапию, ну, это, конечно, не совсем отняли, потому что, как я привел уже исследование магнитил и пропель, они как раз-таки эту терапию исследовали на первой линии метастатически-констрационно-резистентного рака простаты. И в группе, как вот я продемонстрировал на слайде, ранее получающих ДОТ-СТАКСЛ. Очень хорошее преимущество показывает данная терапия, в частности, по критериям рентгенологического выжигания, также частоты объективных ответов, что немаловажно было в выборе лекарственной терапии конкретного данного пациента, потому что IPSS-22 и, по большому счету, помимо лучевой терапии, какой-то гипотетической, которая могла бы уменьшить очаг, у нас особого выбора и не было. И в том числе поэтому был выбор в пользу данной терапии триплета. Я думаю, что однозначного ответа на ваш вопрос, Артем Александрович, его как бы здесь не существует. С другой стороны, я все пора рад, что подъезжу, в том плане, что пациент, то есть, не ошибаюсь, был 42 года в момент устранения диагноза. Да, 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 да. В таком возрасте оценка мутационного статуса, по-моему, приобретает, ну, такое первостепенное значение, потому что мы редко видим болезнь, манифестирующую в таком возрасте. Поэтому, конечно, нужно... Извините, а мутация была соматическая? Да, мутация соматическая, патогена BRCA-2. Семейная анамнез у отца, рак легкого, у матери рак шейки матки, вот в том числе... Ну, и мы неделю назад с Александром Михайловичем присутствовали на конференции, даже не неделю, 5-4 дня, да, где неделю назад, на самом деле, зарегистрировано на основании исследования ПРОПЕЛЬ в России, в том числе, показания для комбинированной терапии абиротероном и элопорибом у кастратрифрактерных раков предстательной железы, которые не получали до этого новейший гормональный упор. Это как раз, я так понимаю, это в рамках клинического исследования у вас случай был, да? Да, да, пациент в рамках клинического исследования принял. У меня есть вот пара таких вопросов. Доцитоксел прекратили, у больного еще был, так сказать, остаточный эффект. Остаточный эффект. У него 6 курсов химиотерапии провели, и сколько времени у него был еще остаточный эффект? Остаточный эффект наблюдался у него еще примерно в течение месяца в 9. Это в продолжение к словам Александра Михайловича. Я бы тоже, наверное, в данной ситуации, как следующую линию терапии, рассматривал вопрос о химиотерапии, а не о новейшей гормональной терапии. Более того, я бы, наверное, обратился не к переходу на второй химиопрепарат Кабазитоксела. Я бы, наверное, вернулся к этому доцитокселу, потому что, ну, я так понимаю, он изначально лечения доцитокселом получал не у нас. Не у нас, верно, да. Не у нас, да. Потому что мы уже тоже неоднократно поднимали эти вопросы, почему мы останавливаемся на шести циклах химиотерапии доцитокселом, когда у больного есть ответ, тем более у 40-летнего мужчины. Да, да. Хотелось бы по максимуму получить ответ на эту линию терапии. И я еще раз повторюсь, что в литературе описаны случаи до 75 циклов на минуточку 6 лет. 75 циклов доцитоксел с эффектом. У меня лично у меня больной 54 цикла лечения доцитокселом. Это 4 года. У 40-летнего мужчины это имеет значение или нет? К сожалению, с химиотерапевтами всегда в этом плане возникают дискуссии, потому что они останавливаются на шести курсах. Кто их остановил на этом, я не знаю. И вот у этого пациента я бы, наверное, вернулся к вопросу в следующей линии, к вопросу о восстановлении доцитокселом терапии. Сколько будет работать, причем не останавливаться на шести циклах. Он молодой, он переносит относительно неплохо. Я бы однозначно поднял вопрос о том, о чем говорил Константин Валерьевич, что лучевой терапию больного, в общем-то, немного метастазов на сегодняшний день. То есть это олигарентостатическая болезнь лучевой терапии на первичный очаг, а может быть и даже стереотоксической терапии на одиночные очаги, которые имеются. Учитывая, опять же, такой молодой возраст и довольно агрессивное течение. Спасибо, вообще прекрасно. Спасибо, спасибо, спасибо. Тогда мы переходим к следующему докладу. Наталья Дмитриевна Глушенкова представит наследственный рак предстательной железы. Пожалуйста, Наталья Дмитриевна. Свой клинический случай я начну немножко нестандартно, не из того, с чего мы привыкли, немного с другого фокуса. Впервые пациент, о котором мы поговорим позже, приходил к нам в качестве сопровождающего и сопровождал он своего пожилого отца. Мужчине было много лет, 1934 года рождения. В 2015-2016 годах пациенту был установлен диагноз рак предстательной железы Т2Б0М1 с метастазами в косте. Насколько можно судить по старой документации, у пациента был малый объем поражения, несколько очаговых изменений в костях. Болевого синдрома не было. Пациент в течение длительного времени получает гормональную терапию аналогами ЛГРГ. Изначально ему предлагалась либо длительная гормонотерапия, или билатеральная орхектомия. Но пациент настоял на лечении гормонотерапией. На данный момент пациент находится в стадии стабилизации. ПСА у него низкий по остеосцентографии, без новых очагов. Пациент проживает в сельской местности, обслуживает себя сам, приезжает на контроль. Представим теперь уже клинический случай с нашим пациентом, о котором я хотела вам рассказать в виде цепи последовательных событий. Пациент обратился к нам в 2020 году. На момент обращения в наше учреждение ему было 65 лет. Он отметил жалобу на учащенные мочи и спускания. Таким жалобам он придал значение, поскольку имел наследственную анамнез и наблюдал за течением заболевания у своего отца. Начал обследоваться более пристально. Было выполнено ПСА, которое составило 4,1 нг мл, совсем-совсем чуть-чуть повышенное. Была выполнена биопсия предстательной железы. Гистологически пришло аденокарциному простаты индекс глисона 6 с поражением обеих долей предстательной железы. Было выполнено МРТ малого таза, на котором четко не было описано ЗНЛО. Мы застадировали это как Т1С. По органам и системам, а именно по рентгену грудной клетки, по узи брюшной полости, в висцеральных метастазах выявлено не было. Таким образом, в точке С у нас возникла, условно говоря, первая дилемма. Нужно ли этому пациенту было выполнять остеосцентеграфию? Если почитать клинические рекомендации Росминздрава, можно увидеть, что рутинное выполнение остеосцентеграфии не нужно назначать пациентам с низким риском прогрессирования. А на первый взгляд пациент у нас именно такой. Однако все-таки клинические рекомендации в сомнительных случаях, в исключительных случаях разрешают проводить углубленное обследование. Можно было рассмотреть этот случай, когда это стандартный случай, не показано выполнение остеосцентеграфии, выставление диагноза рак предстателем железы Т1С001 стадия, низкий риск прогрессирования. И обсудить с хирургами вариант локального лечения. Простаток темни, лучевая терапия или брахиттерапия. Результаты прокомментировать не смогу, этого в истории не было. Жизнь пошла по другому этапу. Мы все-таки решили, что этот случай нестандартный, поскольку у пациента малый ПСА и наследственная анамнез. И все-таки выполнили ему остеосцентеграфию, по своему желанию, так скажем. И не зря мы так сделали. По остеосцентеграфии признаки множественного метастатического поражения костей скелета поражены ряд позвонков, правая подвздошная кость, ребра. Общее число очагов составило более четырех. Таким образом нами был выставлен диагноз. Рак предстательной железы Т1СН0М1. Метастатическое поражение костей скелета. Большой объем поражения по классификации чартов. Значимой сопутствующей патологии терапевтической у пациента не было. При планировании первой линии терапии, назовем его наивного гормоночувствительного рака предстательной железы, мы также столкнулись с дилеммой, что же нам выбрать такое. И разделили все факторы на опухоли ассоциированные и пациент ассоциированные факторы. Опухоли ассоциированные факторы можно считать индекс Грессона, объем опухолевого поражения, наличие симптоматики и осложнение опухолевого процесса. Пациент ассоциированному фактору можно отнести коморбидный фон, терапия сопутствующих заболеваний, ожидаемая продолжительность жизни и стиль жизни. Рассмотрев опухоли ассоциированные факторы, можно сказать, что здесь опухоль индекс Грессона 6, наблюдается массивное опухолевое поражение, но, однако, мы наблюдаем отсутствие болевого синдрома у пациента, он у него не появился ни в начале пути, ни в процессе дообследования. Анальгетиками он не пользовался. И пациент ассоциированные факторы. У пациента не было значимой сопутствующей патологии, не требовалась дополнительная медикаментозная коррекция. И все-таки пациенту было 65 лет. Мы очень надеялись, что поживет он у нас долго. Таким образом, цель лечения можно сформулировать так. Это, конечно же, необходимость получения пациентов адекватного объема лечения, полного, а также возможность проведения достаточно агрессивных видов лечения, поскольку у пациента нет сопутствующей патологии и болевого синдрома, он ничем не скован. Пациенту было назначено проведение монохимиотерапии доцитокселом на фоне адроген-депривационной терапии. Пациенту рекомендовалась как хирургическая кастрация, так и длительная терапия аналогами или органистами ЛГРГ. Пациент выбрал адроген-депривационную терапию, его право. Учитывая наследственный анамнез, стекла и блоки плюс кровь были направлены на генетическое тестирование по программе «Русско» еще на начале лечения. Пациент получил 6 циклов химиотерапии, закончил в июне 2021 года. По остеосцинтиграфии признаки множественного поражения костей скелета ПСА составлял 1,79. Пациент остался на длительной гормонотерапии, наблюдался в процессе проведения длительной гормонотерапии. При очередном контроле в феврале 2022 года наблюдался рост ПСА с 18 до 32 нг на мл, причем что тестостероб составлял кастрационный уровень. По остеосцинтиграфии также визуализировались множественные поражения костей скелета. С февраля было рекомендовано проведение терапии энзолутамидом на фоне постоянной адрогенной депривации. Пациент получал лечение около полутора лет, переносил лечение хорошо. Кстати, химиотерапию доцитоксилам он тоже перенес хорошо. Циклы не смещались, коррекции дозы не проводились. Через полтора года у пациента наблюдается рост ПСА. Это резкий скачок 64, потом 90 спустя 10 дней, нг на мл. Мы уже имели на руках образцы заключения из лаборатории. У пациента была выявлена мутация ЧЕК-1. Постцинтиграфия поражения костей скелета с появлением новых очагов. В августе 2022 года пациенту была назначена терапия парп-ингибиторами, аллопаривом, в сочетании с адроген-депривационной терапией. Но никак он у нас на хирургическую кастрацию не соглашается. Этот слайд я так условно назвала, может быть, немножко не в тему, когда прогрессирование не страшно. И изобразила тут такую дорогу. Мы считаем, что у нашего пациента еще длинная и обычная жизнь, и лекарственная жизнь, поскольку эта схема с аллопаривом позволила нам добавить в лечение еще одну ступеньку. Поэтому в следующем случае прогрессирования мы сможем пациенту предложить и гормонотерапию абиратероном с преднизолоном, и терапию радием, и кабазитокселом. Кроме того, возможно обсуждение на возврат к прежним схемам, поскольку и гормонотерапию, и химиотерапию пациент переносил хорошо. При нарастании у пациента болевого синдрома, точнее при появлении, поскольку до сих пор он без него, можно рассмотреть вопрос стронци 89 в палеотивных целях и лучевая терапия на кости, на метастатические очаги, если будет высокое накопление радиофарм препарата или выраженный болевой синдром в какой-то локальной зоне. Я кратко скажу о собственном опыте с программы «Русско» по поводу тестирования на мутации. Мной было всего направлено на тестирование 18 человек. Критерии отбора я вот здесь пометила многоточием. Скажу словесно, поскольку их все-таки получается много достаточно. Основок – это, конечно, метастатический рак, внутрипротоковый рак предстательной железы, рак простаты высокого или очень высокого риска, ну и стандартно один или более близких родственников с диагнозами онкологических заболеваний. Особенно интересно – это рак яичников, рак поджелудочной железы, рак предстательной железы. Было получено 5 положительных результатов. Кратко расскажу о самых таких знаменательных, которые мы у себя в учреждении обсуждали. Братья-близнецы – выявлен рак предстательной железы последовательно у каждого на начальных стадиях. Одному из братьев была проведена брахиотерапия простаты, а другому – радикальная простатэктомия. Пациенту, которому выполнялась радикальная простатэктомия, его стекла и блоки были направлены на определение мутаций. Наследственная анамнез не отягощена у пациента, мутации не выявлено. Протестировать второго брата не удалось. Гистоматериал был израсходован при проведении гистологического исследования. Второй случай – братья-близнецы. Братья-близнецы – выявлен рак предстательной железы на начальных стадиях. Проведены локальные методы лечения одному из братьев брахиотерапия в 2013 году и лучевая терапия кибернож второму брату. Также был протестирован один человек. Мутации не выявлены. Второго протестировать, к сожалению, не удалось. Гистопрепараты от 2013 года малоинформативны, а повторно пациент на биопсию предстательной железы не согласился в силу проживания в отдаленном регионе. Наследственные анамнезы до конца неизвестно. Братья-близнецы – братья-сироты. Мать и сын. Сведений о матери немного. Со слов сына получала лечение в другом городе. На момент установления диагноза у сына уже умерла. У пациентки был рак молочной железы, по поводу которого она получала комплексное лечение. У сына была выявлена мутация CDK12. На нынешний момент у пациента распространенный рак предстательной железы. Он получает постоянную адрогенную депривацию плюс терапию энзолутамидом. Отец и сын. У отца распространенный рак предстательной железы. В процессе терапии абиратурон с преднизолоном на фоне постоянной адрогенной депривации лечится с 2017 года. У сына впервые выявленный рак предстательной железы. Проводится гормонолучевое лечение в рамках неодюван. Сейчас получает неодюванную гормонотерапию. Начал лечение в ноябре 2022 года. У сына был проанализирован материал на мутации. Выявлена мутация PALP-2. И два последних примера. Пациент с неотягощенным наследственным анализом, достаточно, условно, молодого возраста, 62 года, метастатический рак простаты с большим объемом по классификации ЧАРТЭК, получил химиотерапию 6 циклов. В процессе адвювантной гормонотерапии энзолутамидом мы назначили коллегиально через консилиум по рекомендации МЗСН в поддерживающем режиме. В материалах была выявлена мутация CDK-12. Пациент без отягощенного наследственного анализа, метастатический кострат рефракторный рак предстательной железы, обнаружена мутация в 12-м экзоне BRCA-1. Сейчас о статусе пациента ничего прокомментировать не могу. Пациент покинул пределы Российской Федерации, уехал в Казахстан. Таким образом, наши небольшие наблюдения коррелируются с мировой литературой. Согласно данным американским исследователям, достаточно часто встречаются мутации в генах BRCA-2, CHECK-2, BRCA-1 и PALP-2. Таким образом, рак предстательной железы уже не представляется нам каким-то таким агрессивным многоруким зверем, с которым непонятно, что делать. И все лечение можно разделить и прокомментировать тремя вот такими блоками. Это персонализация. С помощью молекулярно-генетического исследования можно подобрать индивидуальный профиль лечения для каждого пациента. Это преемственность в диагностике лечения постоянной командной работы. Хирурги, онкологи, химиотерапевты, патоморфологи. И превентивность. Возможность ранней диагностики и проведения высокотехнологичных обследований еще до проявления признаков прогрессии заболевания. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Спасибо, Наталья Дмитриевна, очень интересное сообщение. Скажите, вот этот клинический пример, который вы приводили, на каком уровне ПСА был установлен диагноз? Малый, 4,1. 4,1. Ну вот вопрос из чата, я с ним согласен. Собственно говоря, я бы тоже задавал этот вопрос. У меня возник сразу, когда я увидел ваш клинический пример. Глисон 6, ПСА 4,1. На основании чего? Почему вы решили, что это стаза в костях относится к раку предстательной железы? А, да, я забыла прокомментировать. Конечно, мы пациента обследовали по органам и системам, выполнили ему УЗИ молочных желез, уже здесь щитовидные железы, обследовали на белок Бенц-Джонса, колоноскопию, фиброгастроскопию. Это стандарт лечения, ну, стандарт обследования перед представлением пациента к лечению. Ну, вы имели в виду, наверное, все-таки рак грудной железы? Да, да, да. Ну, да, такой, на мой взгляд, может быть, имеет смысл пересмотреть муфологию. Все-таки не Глисон 6 в биоптатах окажется. Как вы, Анна Сергеевна, как вы считаете? Да, когда не бьется немножечко. Либо хочется костный биоптат из очага в костях, либо посмотреть, насколько адекватна, действительно, опять же, была биопсия предстательной железы, потому что, каков размер трепанобиоптатов, ну, и какое количество. Ну, скажу только, что поражены обе доли. Биопсия была из 12 точек, не фьюжен, обычная биопсия. А вот про биоптаты не скажу. Сколько положительных, а сколько нет? У меня вопрос тогда вот следующий. Вы так красиво показали, что вот в данной ситуации сцинтеграфия была не показана, но вы сделали это здорово и нашли. Компьютерную томографию вы не думали сделать им бы? И, может быть, как раз-таки вопрос по какой-то сопутствующей патологии тоже мог бы разрешиться? Нет, компьютерную томографию мы не делали. Сцинтеграфия у нас проводится достаточно неплохо, поэтому все было описано. Было накопление, описано накопление радиофарм препарата, характерное для метастазов. Поэтому этим-то мы и успокоились. И второй, последний вопрос. Да, вот смотрите, а при наличии костротрезистентности, опять-таки, вы также не проводите компьютерную томографию? Это я сразу вам скажу просто к тому, что вот ввиду его массивного костного метастазирования и в случае отсутствия висцеральных и поражений лимфатических узлов не рассматривали вылечение именно альфа- или бета-эмитрами в этой ситуации? Бы. Спасибо. Ну, очень-очень на потом, поскольку у нас в нашем учреждении такое не провести, а терапию стронц, простите, а радием тоже рассматриваем в более поздних, в более позднем возрасте сроке в процессе лечения. Я согласен, согласуюсь с Муратом Боязычем, в том плане, что если у нас такая несоответствующая ситуация, КТ, все зоны, я бы тоже рекомендовал пациенту на момент начала, на момент диагностики. Константин Андреевич, пришло ты тоже. Наталья Дмитриевна, у меня такой вопрос. Я, насколько помню ваши тезисы, вы вначале пациенту сделали ПЭТ-КТ, причем ПЭТ-КТ с авторидом натрия. В онкорологической среде, наверное, не такой часто встречаемыйся трейсер, видимо, на определение костных метастазов. А почему же… Да, мы действительно делали ПЭТ-КТ с авторидом натрия. Почему он не отреагировал? Не стало сюда это выкладывать. Поскольку это они нелюбимые наши ПЭТ-КТ с Галей по СМА делали. И сцинтиграфию ПЭТ-КТ. И по КТ-части изменений не было? По ПЭТ-КТ были очаговые изменения в костях. По сцинтиграфии так они четко описаны, поэтому я вот сюда вставила для наглядности, для понятности, для скорости изложения. А когда вы еще применяете ПЭТ-КТ с авторидом натрия? Очень нечасто. Ну, при каких опухолях, например? И для чего? Нет, даже сейчас не могу сказать. Так, у нас там был ПЭТ с тордой с оксиглюкозой, не с фторидом натрия. Я специально открыл, там действительно 18 фтор, но натрия фторид у вас. Поэтому я… Нет, может опечатку. Сейчас сформулирую. У нас ПЭТ, который мы можем делать, особенно 2020 год, это был ПЭТ с тордой с оксиглюкозой, который мы делали у нас в учреждении. Для предстательной железы это редкость. Мы почти его не используем. Иногда, зачастую даже по просьбе пациента, вот ведемся мы на их уговоры. С ПЭТ-КТ с авторидом натрия мы часто пользуемся в плане герминогенных опухолей и лимфомы и рака легкого. Вот это смотрим. Потому что, насколько я помню, он обычно используется в торид натрия для определения костных очагов именно и остеосарком первичных. Возможно, коллеги меня поправят, но, насколько я помню, основная задача выявления костных очагов. Там был фторг с оксиглюкозой. Открыла вот. Ну, конечно, безусловно, для предстательной железы более специфично либо галлия 68-й, либо 18-й фторг, причем по одному из исследований, которое недавно было опубликовано, рандомизированное исследование проводилось, показало, что ПЭТ-ПСМА с 18-м фтором не хуже, чем ПЭТ-ПСМА с 68-м галлией. Есть уже такие работы, и мы, ну, как бы, можем использовать, собственно говоря, и ту, и ту, и другую методию. Фторг с оксиглюкозой, конечно, не специфично для предстательной железы, насколько я знаю, но в то же время какие-то агрессивные очаги, именно агрессивные метаболические очаги, фторг с оксиглюкозой будет обнаруживать. Но это не специфичное исследование по отношению к раку предстательной железы. Выполнялись ли повторные биопсии, когда вот материал именно ткани предстательной железы надо дать на генетическое исследование у тех 18 пациентах, о которых вы сказали. И я всегда в каких случаях это выполнял, спасибо. Да, одному из этих 18 пациентов пришлось прямо в срочном порядке выполнить повторную биопсию предстательной железы, поскольку стеклоблоки при первой биопсии еще были потрачены у нас в онкоцентре для исключения нейроэндокринного компонента. Для исследования по программе «Русска» пришлось сделать повторную биопсию из 18 только один пациент. Получилось так у нас. Предлагаем почти всем, но не все соглашаются. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, вы начали именно свой случай с наследственного анамнеза. А какова судьба отца и проводилось ли ему тестирование? Интересно, если проводилось тестирование, то какая была мутация у отца? Нет, отцу тестирование не проводилось. Ему диагноз был поставлен в 2015 году. Стеклоблоки уже для определения мутаций не так подойдут. Судьба его достаточно неплохая. Он приезжает, он получает гормональную терапию, трипторелин, один раз в три месяца. По остеосцинтеграфию у него стабилизация состояния. И ПСА остается стабильно низким. Живет в отдаленной местности, обслуживает себя сам, несмотря на то, что он 34 года рождения. А может, есть такой клинический интерес у клинициста, чтобы все-таки поговорить с пациентом и взять у него биопсию повторную? Но на самом деле случай-то интересный. Если мы докажем у папы, например, наследственного мутации, то перед ним в случае прогрессирования открывается еще одна очень хорошо переносимая линия терапии. Ну да, мы тоже рассматриваем этот вопрос в плане интереса. Спасибо. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Мне кажется, это тоже очень интересное сообщение. Валерий Иванович, по традиции, Ваш комментарий? Нет, интересный, конечно, доклад. И интересно то, что поделились с СЛАИМОКУ там вообще исследований на мутации. В принципе, то, что касается вообще сегодняшних примеров, я уже сказал, что они все индивидуальные, все красивые, и все показывают, насколько Вы мыслите думаете, то, что больше всего нужно. Вот поэтому спасибо большое. Кажется, что это крайне важное мероприятие именно для молодых ученых. Они приобретают определенный опыт выступления, стрессоустойчивости, приобретают какие-то новые знания. Вот, это тоже крайне важно. И хотелось бы сказать, что нам достаточно задали два предыдущих Тимор-борда врача будущего хороший тон. Мы поддержали на достойном уровне сегодняшнюю конференцию. Спасибо, Анна Сергеевна. Мне кажется, это уникальная иногда возможность обсудить некоторые вопросы, которые вот так вот ускользают из нашего поля зрения, нашего внимания, а при этом иногда оказывают, если не решающее, то довольно важное значение на принятие решений клинических, в том числе в том, что касается диагностики, морфологической диагностики, молекулярной диагностики, о том, как это делается, и почему получается этот результат, который мы имеем. Коллеги, Валерий Иванович, Константин Андреевич, Анна Сергеевна, коллеги-эксперты, спасибо за сегодняшнее участие. Я думаю, что сегодняшняя программа была небезынтересной. Валерий Иванович уже отметил, что все пять случаев были персонифицированы, и этим, наверное, особенно любопытны. Очень интересно было смотреть, как доктора принимают то или иное решение в пользу выбора метода лечения и, соответственно, последующего наблюдения за больные. Коллеги, участники, те, кто сегодня представлял клинический пример, всем огромное спасибо. Мне кажется, все случаи, также от своего имени скажу, что все случаи были очень интересны, мне было очень интересно их смотреть и слушать. Мы с вами сегодня прощаемся. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok